всех приветствую сегодня начнем с нормальных рынков крипта будет позже в конце там в принципе все более-менее понятно но не столь очевидно поэтому сейчас посмотрим то что более-менее адекватно важно анализировать в отличие от крипты сейчас до этого доберемся в общем смотрите по s&p hit подтвердилось падение вот он был этот отскок вот сюда примерно дошел до 3783 и в итоге мы пробили дно теперь уже как бы не столь все очевидно как бы тут верняк был шорт соответственно что теперь проблема в чем в том что мы здесь тройки упали а тройки это как-то не к падению и здесь тоже тройка зигзаг что это такое непонятно но вполне возможно это флэт но дело в том что вот это вот дело тоже трудно адекватно анализировать потому что если это тоже тройка то это двойной зигзаг вообще мы вверх летим поэтому тут трудно сейчас сказать надо будет смотреть на форму отскока в данном случае мы рисуем первый импульс будет коррекция импульс если так то вот так но другой стороны а вдруг это флэт то есть перевожу на русский еще раз что мы же может вот так и вот так сходить поэтому тут настолько все не очевидно но отскок нужно скупать то есть примерно на 3780 могут вернуть эти акции как минимум судя по тому как покупают что ночью до ложный сливчик и соответственно кто хотел мог лонганусь тут уже так он столько было все перепродано а поскольку это акции то их сливать без отката ну практически никак потому что вот такие вот отскоки это норма для акции поэтому жду их повыше там был смотреть что за сюда как потому что тут к сожалению импульс не будет являться подтверждением роста может и к счастью даже поэтому тут трудно сказать что и как надо будет смотреть другие рынки другие рынки это какие это конечно же в первую очередь фунт потому что про фунта уже много раз говорил что жду его вверх как бы вот он сходил но он еще пока не пробил вот этот уровень 3760 поэтому тут ждем его вверх потому что выкупают все таки но я как бы чуть-чуть ток шортанул 3746 и надо бы конечно вот так сделать так сделать забить забрить всех а потом вниз потому что здесь такой импульс должен быть большой а тут только первая волна так что тут есть куда подрасти но в любом случае вот в этой зоне надо все продавать шортить и после этого никогда это не покупать потому что это так это так и даже ниже поэтому вот как вот это застыковать совсем да конечно же доллар будет расти вот так скажем но на другой стороны из других рынках к сожалению не все так очевидно как с фунтом почему потому что вот вообще вот что это такое как бы вот тут и нарисовано так и ходят как бы в треугольнике мы сидим но причем здесь рост акций сильный которые сейчас жду я не знаю то есть видимо опять доллар отверждет от акции трудно сейчас и пока это адекватно анализировать либо это вообще как вот я здесь нарисованном вверх пойдет но другой стороны тут они сплошные тройки и на данном этапе пока что жду по евро вот такую ерундовину потом и так там и так там вниз но это предположительно то есть евро сейчас не торгую потому что ничего не понятно нужно жду 2 2 зигзаг вверх потом зигзаг вниз соответственно если хайлтет пробьют можно пошортить стоп поставить на 121 90 ну там к небольшие коллекции эти брать боковички соответственно если евро вот так вот нарисует то это означает что скорее всего вот это у него финальный рост и будет после этого в лучшем случае будет вот так потому что треугольники они такие фигуры что они предпоследнюю волну рисуют а последняя какая вот это выбить вот эти стопы которые ниже уровня 2150 2050 потом уже нормальный откат дать опять же какой нормальный непонятно но соответственно ну тут еще акции могут там как-то так пока чего ряжется но пока что вот вижу такое совершенно очевидная фигура совершенно не факт что это так сработает потому что это может быть 12 12 12 и как на битке вот туда поэтому тут осторожнее надо быть обязательно ставить стоп если шатите сюда если в принципе все на этом все тут нечего больше добавлять так поение вот и не знаю что видите я на то до била куда нужно и это вроде как зигзаг к сожалению тут теперь сказать очевидно нельзя ну чем может падать иена да на том что акции будут камнем лететь вниз почему потому что я на странный актив когда акция летят вот так а евро летит вот так то я на вот так ходит если вдруг акции летят вот так евро летит вот так то я на может так лететь поэтому она абсолютно сумасшедший рынок она просто резервный актив как бы когда везде паника на рынках все почему-то иену покупают это самая типа хеджированная валюта то есть она самая стабильная самая надежная считается в мире поэтому она вот так не очевидно бывает ходит то есть она не смотрит ни на евро она смотрит очень сильно на акции на резкие движения акции акции сейчас ходят резко поэтому поение можно сходить еще на 102 легко ну другой вариант что это просто импульс рисуется и примерно как на канаде мы можем полететь вверх на видите каната как откатила это уже как-то подозрительно выглядят но канада вниз короче вот видите как все какая нестыковка короче говоря но может даже заходные 1212 и вверх полетим но пока что вот этот вариант с ростом я даже уберу потому что ну пока ну не выглядит он очевидно соответственно вот этот вариант с фигзагом пока в силе опять же канада вниз к почему потому что наверно нефть вверх ну тут пока вот вот такой вариант основной так стальное что там у нас стрелец но видите как то она не особо подрастает и вверх тройка прошла короче тут вниз пока что новозеландец тут тоже вверх тройка прошла он тоже вниз пока что то есть все такое будет за фигура и я вообще не понимаю поэтому тут очень трудно сейчас все анализировать а даже особо не хотел делать сегодня видео но придется потому что все ждут так что еще по рублю по рублю более понятно вниз прошел зигзаг вверх прошел зигзаг что значит это все все очень просто срабатывает вариант коррекция причем виде двойного зигзага то есть вот такое что-нибудь и вот туда поэтому вот здесь рубли ловите по 75 ниже соответственно вот пока такое может ли эту коррекцию расширить вверх то принципе да но пока что над сигналов нет как бы жду пониже соответственно вот у нас вот эти уровня где нужно покупать там стопы ставят соответственно на них могут добить а могут от них откупать если от них начало откупать это подтверждение бычьего тренда что вообще вы считали покупать долларов против рублей по золоту ну вот как я обещал то есть по 75 было потом от хотела и опять идем вверх что это такое опять это какие-то зигзаги идут непонятно но жду все-таки еще раз вверх так вот такой вот вариант пока основной ну посмотрим соответственно вот видите на этом деле золото на раскалить все за евро может сходить вверх за акциями сходить вверх а потом будет такой обвальчик мягко говоря вещи промежуточный вариант с треугольником чем такое вот но пока что пока что на это сигналов нет но в любом случае если вы лангуете золото то на пробое там 1880 надо скидывать потому что вернут вниз почти наверняка что против этого серебро серебро что-то пампит вообще нереально то есть абсолютно безумный рынок этот пробовал шортить вот здесь удачно но такое маленькое движение взял и вовремя закрыл шорт взяли все размазали вверх ну это серебро шортить любычку не очень хорошо скажем так соответственно на серебро поломала вариант практически вниз ходить ну вот конечно тут у него хаи на 30 очки но скорее всего на их вынесет и что это такое было мошка еще не ганай какой-то рисует может еще что-то уж это вообще туда вверх то есть короче пока это не торгуемо в моем понимании не буду пока его трогать по нефти ну вроде как мы дали очень такой неплохой рост и взяли все слили опять же слили тройками то есть опять идет вот эта дикая проторговка и видите какие выкупы соответственно эти выкупы могут сходить куда самую больную точку кого шортил где она здесь соответственно так жду потом вниз как и говорил там сильно вниз пока так нарисую ну вот в общем такие вот и пока идеи ну и самое интересное это крипто сейчас буду объяснять что произошло ведь и был вариант ходить в его и выносить вот это дело не сходили почему потому что сейчас идет флешмобы там помпили акцию джем е пампили доги коины вместе с маском маску это понравилось он это и другое запампел и думал решила давайте пампить bitcoin почему почему бы и нет в итоге вот и вроде как пошли акции вниз вот акции bitcoin и взял он написал у себя в пропеле bitcoin и всего и улетели мандрится 8 500 но еще в чате я рисовал что это все ложняк то есть вот эти таких вот фигуры как бы эту муны практически не начинаются соответственно я сказал шортить стоп ставить на вот сюда на 40 тысяч и цели вот туда не принципе срабатывает он вроде как правда единственно что я запаниковал там немножко на 36000 доложный сигнал что может и вверх может и вниз непонятно ничего но это как в моем стиле как бы но тем не менее что это такое да ничего это не меняет один это два я сразу просто не продумал такой вариант 4 вот еще чем такое 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 и вот такое то есть вот такое вообще мало кто ждет соответственно туза мунером заработать не дадут лангистам заработать даже здесь не дадут сильно шортисты вообще отлично себя могут чувствовать если это сработать поэтому по битку вот такая сейчас идея стыкуется ли она с остальными рынками в принципе да если взять эфир то мы рисуем скорее всего конечную диагональ опять же из-за этого биткойна долбаного все вылетело вверх но сразу все быстро вернули вниз что это такое рост идет тройками и падение идет тройками это либо треугольничек такой вот с выходом вверх ну так условно нарисую так ну сами понимаете это так и так и либо это вообще конечно гоналия больше за конечную диагональ что это будет чего-нибудь такое такое вернее надо есть такой вариант есть даже и наверно вот такой вариант короче тут запила будут и и советую эфир скидывать на пробой хаев шортить пока рано соответственно любой пробой хая надо будет продавать и откупать любой откат на вот здесь надо будет форму смотреть короче говоря эфир могут допинать до 1500 с копейками с легкостью то есть пока что тут крипто смотрит вверх потому что вниз вот такие штуки мы практически никогда не летают что еще веселого да еще запампили ripple то есть сейчас идут вот эти флешмобы еще раз повторюсь и в принципе вот я ripple и вверх рисовал но не так сильно опять же смотрим глобально что тут у нас может ли он пойти отсюда вниз в принципе может почему потому что вот тут не очевидно вообще совершенно фигура и могут тянуть дальше но вообще в принципе это вообще двойной зигзаг соответственно ripple могут еще на объемах сейчас закидать вот туда поэтому шортить не советую это как бы это был минимальный бычий вариант но есть и максимальный в которой я не верил но с учетом того что происходит сейчас я уже начинаю не уверить поэтому рисую прям так но единственно что тут могут еще коррекции каждого и не все так очевидно но с учетом того что прямо сейчас жду биток вверх на 36 эфир на 1470 то наверное он может прямо сразу но опять же эти все он сейчас ходит отдельно от всего там совершенно мания полная поэтому тут пока так все остальное тут что тут ну тут лайткоин и на самом виде никого-то замана тут нет но если посмотреть дадут какие-то треугольники опять же куда этот треугольник выстрелить да непонятно он может дорисоваться на короче именно по лайту вообще ничего не сказать потому что он боковике он ни верхний вниз не хочет идти и человек такой я не могу сказать поэтому пока что по крипте ну как бы жду отскок по битку отскок по битку побольше мы не должны пробивать вот эту 38 с копейками цель и должны выбить 29 по этой форме почему потому что ну тут не импульс вверх был вот это вот зона вот этот рост ложный это шорт хвиз почему потому что я в принципе говорю что болевая зона как шортистов где 35 вот их вынесло такой смачно скорее всего это ботов вносили про которых я говорил недавно что они шортят 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 кто-то видимо пропалил что так это работает тоже и решил их вынести ну естественно маск решил в этом тоже поучаствовать ему просто по фану видимо это все дело то что он считается формально самый богатый человек мире сейчас ему эти все подачки из биткоинов особо не нужны но ему весело просто двигать рынке как это делал раньше трамп своими твитами так ему взяли забанили твиттер без трампа скучно теперь вместо него маску пока такая идея и вот пока такое веселье происходит когда люди с флешмобами двигают рынок но за трудно вот эти тех анализы строить поэтому поломали вот это клиник клиник небольшой вернее не поломали а расширили то есть в этом подвох но пока что вот реально все выглядит так вот и всего что я могу сегодня сказать короче говоря посмотрим сейчас единственный нормальный трейд надежный это шортить фунта все остальное вообще настолько все не очевидно что я даже и не знаю что там сказать поэтому прогнозов много не будет торгов много не будет я решил надежно отторговать последнее время но еще раз повторюсь кто хочет сигналы постоянно в реально времени в любой момент спросить идите в чат потому что ну я не могу все время сидеть на ютубе и каждый после каждого движения делать видосы поэтому вот еще раз повторю добавлять и на этом все до следующей встречи